Взрыв ракеты Р-16 Взрыв ракеты Р-16 Вы что хотите, чтобы они остались без отцов? Виктор Кузнецов О его фантастическом чутье в кругу посвященных ходили легенды Главный конструктор систем, благодаря которым космические ракеты научились осознавать себя в пространстве В тот роковой осенний день 60-го сам Виктор Иванович Кузнецов обреченный старт не покинул Это вроде бы забавная игрушка, называется гироскоп Конструкторы говорят, что его изобретение для космонавтики все равно, что изобретение компаса благодаря которому человек научился ориентироваться в безбрежных просторах океана Все внимание обращают на ракеты, на стартовый стол, на двигатели, на горючие, на все такое А если вздуматься, то ни одно изделие без гироскопического прибора без комплекса командных приборов никуда не полетит С первых стартов ракет и до сей поры только гироскопы не дают космическим аппаратам затеряться в безвоздушном пространстве Никакой связи ни по радио, ни визуальной, ни с чем вокруг нет Вы получаете вот такую опору для вашего движения непосредственно на борту такого движущегося аппарата Более того, вас там может не быть Если рассматривать ракету как живой организм то гироскоп его вестибулярный аппарат Так он выглядит в наши дни Сложнейшая электронная система, которая создается в ней прикладной механики носящим имя своего легендарного главного конструктора Виктора Кузнецова Он всегда говорил Ракета уходит не ввысь Она летит по заданному маршруту и нацелена в конкретную точку Чтобы выполнить это вроде простое требование Ракета по сути должна жить в полете Прибор управляет ракетой без вмешательства человека На борту ракеты нет у человека И нельзя, как вот в самолете, отключить автопилот и перейти на управление летчиком Уникальные кадры Снимать этого человека запрещалось из-за строжайшего режима секретности Изображение одного из создателей ракетного щита страны Осталось только на любительской кинопленке домашнего архива В семье он, казалось, отключался от работы Только здесь можно было жить не торопясь Только здесь прощались ошибки И свои, и чужие Я помню, как раз я одна дома была Мама была на работе, он прилетел в Москву Говорит, ты ко мне не подходи, я в ванну и спать И ко мне не подходи, и вещи все собери в мешок Я говорю, зачем, они пахнут галью Была авария Я только увидела, что совсем седые виски Он гусоват уже тогда был Но это его не портило А виски совсем белые стали В жизни Виктора Кузнецова случалось много катастроф Судьба ракетного конструктора тех лет 24 октября 60-го 41-я площадка Готовится самый первый старт Межконтинентальной ракеты Р-16 Работы под личным контролем главы государства Хрущева Это ракета его мечты Это первая ракета, которая противоставлена была Американским ракетам Вот этой межконтинентальной дальности Когда можно было давать ответный удар На расстоянии до 10 тысяч километров Это практически любая точка Янгелевская Р-16 Должна была стать триумфом Кузнецова Хотя риск колоссальный До этого старта Его гироскопические системы часто выводили ракеты на заданные траектории с ошибками Поэтому полеты всегда корректировались с земли по радио Радиосистема не позволяла решить целого ряда задач Она мешала Она была уязвима Уязвима на помехе И поэтому очень желательно иметь было инерциальную систему И Виктор Иванович взялся за это Это был очень смелый шаг Это была не только огромная ответственность Но и конфликт с конструктором систем радионаведения Михаилом Рязанским Которого называли главным ракетным радистом страны Вместе с Кузнецовым он входил в секретную элиту советского государства Созданный Сергеем Королевым Совет главных конструкторов В этот совет входили 6 человек Председатель Сергей Павлович Королев Валентин Петрович Глушко Николай Алексеевич Перюгин Вадим Павлович Бармин Михаил Сергеевич Рязанский Виктор Иванович Кузнецов Каждый имел Своё производство Свой институт Свой завод Своё направление Свою школу 6 человек по сути определяли Ракетно-космическую программу Советского Союза Жёсткие волевые руководители Жаркие споры и те же конфликты в Совете были нередки Однако Кузнецов обычно Вёл себя иначе Во время конфликтов Виктор Иванович Всегда пытался занять Примирительно Нейтральную позицию Потому что он Обязан был Создавать приборы Для всех конфликтующих сторон Он любил рыбалку Но не любил охоту Жалел зверей Обожал цветы Выращивал на даче А снимая их на свою кинокамеру Не щадил плёнки Учил Соловьёв петь У него была классическая музыка Записана на кассетах Вот он включал бобину Соловей должен научиться петь У него всего два колена Как это? Он должен научиться Это правда Он учил Ставил Большой такой балкон был На террасе Наверху Он ставил магнитофон Надо, чтобы Соловей Учился петь Трудно поверить Что такой человек Создавал ракетно-космическое оружие Что сам приход его В ракетную промышленность Начался с жёсткого противостояния Я работал в авиационной промышленности Он работал В судостроительной промышленности И делал гироскопические системы Навигации для морских судов А встреча произошла В очень такие замечательные Майские дни 1945 года Май 45-го Наши авиационные специалисты Ведут охоту за ракетными секретами Третьего рейха Всё оборудование вывозится подальше В советскую зону оккупации Действовать надо быстро Союзники тоже не дремлют В тот период Собственно гироскопическая промышленность Была развита только В побеждённой Германии В победившем Советском Союзе Англии Америки И всё Так началась гонка ракетного вооружения Которую позже назовут Холодной войной С самого начала Советский Союз Один против всех бывших союзников Тем неожиданнее В 1945-м Оказалась жёсткая конкуренция Со стороны своих Когда несколько авиационных специалистов Прибыли на берлинский завод Крайзель Геррит Их пустили не сразу Выяснилось, что там уже хозяйничает Представитель судостроительной промышленности Виктор Кузнецов Он разрешил только взглянуть на свой трофей Он трудился над таким большим прибором Который впоследствии оказался Экспериментальным прибором Гиростабилизированной платформой Разработанной немцами Для будущих более совершенных систем управления Полётом ракет Фау-2 И всех последующих модификаций В августе 1945-го Борис Черток Начальник 1-го советско-германского института Рабе в Тюрингии Задача которого Поиск и изучение ракетных технологий Третьего рейха Однажды в институт доставили Ещё одну гироскопическую платформу Ценой огромных усилий Её сохранили заключённые концлагеря Дора Работавшие на производстве ракет Фау Неожиданно на пороге института Появился всё тот же судостроитель И тут произошёл Я бы сказал на моих глазах Первый в истории конфликт Между двумя будущими Великими главными Тогда ещё не главными Виктор Ивановичем и Кузнецовым И Николай Алексеевичем Пелюгиным Потому что Кузнецов сказал Потому что этот прибор Редкое произведение Что его надо немедленно упаковать Отправить в Москву И здесь они будут его изучать С попыткой, значит, использовать опыт Для воспроизведения И сооружения соответствующего Отечественного образца Николай Алексеевич Пелюгин Сказал, что нет, он этот прибор Отсюда не выпустит Эта конкуренция между Кузнецовым И Пелюгиным шла долгие годы Уже в Совете Главных Дойдёт даже до прямого конфликта Когда их институты Однажды объединят в один И Пелюгин, конструктор Ракетных систем управления Тоже займётся гироскопами Однако пойдёт своим путём Пелюгин настаивал на том Чтобы были применены Новые чувствительные элементы И поплавковые гироблоки Но Виктор Иванович считал Что недостаточно был надёжно Отработан для установки На такую ответственную ракету И тем более, что она должна была Существовать на новом дежурстве Там до 10 лет Системы Пелюгина получат признание Их начнут ставить на ракеты Особенно, когда станет известно Что такое же направление Предпочли американцы Уже через год выяснится Прав Кузнецов Выяснилась серьёзная Конструктивная недоработка Со временем Терялись качества Этих очевидных элементов Там жидкость начинала разлагаться И прибор просто терял Своё депутатство Проходило негодно Они же стоят на боевом дежурстве Как быть? Системы Кузнецова На свои ракеты Решил ставить Михаил Янгель Он не входил в Королёвскую шестёрку Однако именно его КБ «Южное» Трудилось над созданием Межконтинентальных ракет Которые вскоре Стали основой Стратегических ракетных сил Советского Союза Янгель требовал Ювелирной точности наведения Доказательство, что Системы Виктора Кузнецова Наилучшие Будет получено Довольно неожиданно Я выпустил отчёт, в котором Анализировался результат Испытания ракеты Р-12 На которой стояли наши приборы И приборы конкурирующей фирмы Пелюгина И Виктор Иванович, а может быть кому-то другому Пришло в голову сравнить Вечная борьба между главными Конструкторами Нормальная борьба Конкуренция Чей прибор лучше И вот мне удалось показать Что наш прибор Который стоял На этом На этих ракетах Имеет точность Ну так скажем Немножко лучше, чем то, что заявлено Фирмой Пелюгиной И то, что реально Сделано на этой ракете В 57-м Владимир Петелин Был рядовым инженером Вчерашний студент Это была его первая Самостоятельная работа И сразу Вызов к одному из главных К человеку Имеющему прямую связь С Кремлём Виктор Кузнецов Велел Петелину Появиться в своём кабинете Одному Без научного руководителя Эта встреча была Экзаменом Так Кузнецов Собирал свою команду Закончилось это тем Виктор Кузнецов Посмотрел Говорит Так, ну ладно Я подписываю отчёт Меня это даже слегка Ботрое пошло Мне говорили Что он сейчас тебе Весь его щиркает На всякий случай Говорит Ну имей в виду Что защищать этот отчёт Ты будешь сам И вот это вот Его Качество Которое Первый раз Я на себе испытал А это наши Другие товарищи Отпытывали Это человек Проникся Доверием То есть Виктор Иванович Проникся Доверием Во всяком случае Вопросу И дальше Пускал свободное плавание Это не бросит человека В воду Он знал Грубо говоря Что там Коленка Что я могу справиться С этой задачей Май 59 Главному конструктору Михаилу Янгелю Специальным постановлением ЦК партии Поручается В кратчайшие сроки Создать новую Межконтинентальную ракету Которая получит Индекс Р-16 Впервые Автономная система Управления Ракеты Должна ориентироваться Только на гироскопические Командные приборы Кузнецова Радиокорректировки Земли не будет Чтобы исключить Возможность Перехвата управления Решимость У нас в институте Полно А вот системщиков Нет никого Вы должны Изучить Систему и ракету Лучше Чем знают Это разработчики Потому что Они никогда Не могут Создать нам Условия Работы Нашего прибора Так как вы понимаете Вы должны Их научить Они должны Ваши требования Ваши предложения Воспринимать Не как требования С которыми Можно спорить А как обязательные К исполнению 24 октября 60-го Байконур 41-я площадка Первую Р-16 Готовят К старту Испытаниями Руководит Главком Ракетных войск Митрофан Неделин Для Кузнецова И его команды Это день Триумфа Или поражения Третьего Казалось Не дано Поэтому Никого Не удивляла Нервозность Виктора Ивановича Только Позднее Станет ясно Он остро Чувствовал Какую-то Другую Беду У него В жизни Было Три или Четыре Случаи Когда Он буквально Находился На грани Смерти И на ракетах И в жизни И прочие вещи У него Выработалось Такое Чувство Опасности 1938 Год Контрольные Стрельбы На крейсере Киров Это была Точка Отсчета Виктора Кузнецова Его рождение Как ученого Конструктора Гироскопической Техники Ему удалось Выключить Качку При стрельбе Главного Орудия В те годы Такие приборы Были в Германии И США Теперь Советский Союз Стал С ведущими Державами На равных Молодой Талантливый Конструктор Делает Неплохую Карьеру В 1940 Его И еще Нескольких Специалистов Отправляют В Германию Принимать крейсер Который Немцы Строили Для Советского Союза Там Их захватила Война Кузнецова С товарищами Отправили В концлагерь Однако Сама Судьба Словно Хранила Виктора Кузнецова Ведя К неведомые Цели В Кремле Решили Он И его Товарищи Слишком Ценные Специалисты Советское Правительство Сумело Произвести Их Обмен Поскольку Здесь Тоже были Немецкие Дипломаты Немецкие Специалисты Которые Работали В Советском Союзе А тогда Вы знаете Перед войной Довольно Активное Было Техническое Промышленное Сотрудничество Вот Обмен В порядке Обмена Эта Группа Наших Специалистов Была Вывезена Из Германии Через Нейтральные Страны Через Турцию По-моему На корабле И таким Образом Он вернулся В Советский Союз В годы Великой Отечественной Танки Могли Стрелять Прицельно Только Стоя На месте Из-за Чего Сами Становились Легкой Мишенью При Участии Кузнецова В 43 Была Создана Компактная Гироскопическая Система Которая Позволяла Танковые Пушки Держать Цель Во время Движения Однако Сам Виктор Иванович Во время Испытания Системы Едва Не погиб Надо было Проводить Испытания Танка Нет У них Есть Здоровый Гироскоп Который Держит Башня С пушкой Точнее Кусок Башни С пушкой И ствол Длиной 4 метра Ну как Говорит Это все Не покачаешь Нет Основания Решили Задать Все Обратное Давайте Будем Качать Ствол Пушки И Смотреть Как Будет Реагировать Система Раскачивать Тяжелую Танковую Пушку Конструктор Стал Лично Наваливаясь На нее Всем Телом И в этот Момент Гироскописты Это Понимают Гироскоп Заклинило А это Привело К тому Что Пушка Полетела Вверх Уже Сама По себе И Виктор Иванович Вместе С этой Пушкой Полетел Через Башню Современный Танк Грозное Оружие Во многом Благодаря Виктору Кузнецову Прицел Танковой Пушки Не выпускает Цель на любой Скорости Несмотря На тряску Или даже Прыжки А самому Виктору Ивановичу Полученные На тех Испытаниях Травмы Спины Через Два Десятка Лет Вдруг Подарила Семейное Счастье Кадры Из личного Архива Виктора Кузнецова Единственный В жизни Раз Когда его Буквально Выпихнут В полноценный Отпуск Боли в спине Станут Невыносимы В Карловых Варах Он встретится С Натальей Константиновной Ему уже За 50 Конструктор Ракетных Систем Она Зрелая Женщина Заслуженный Врач Украины И восторженная Юношеская Любовь С первого Взгляда До этого дня В его доме Не было радости Несколько лет В больнице Мучительно умирала Его первая Жена Ольга Ее Виктор Иванович Не покинет Наташу Он мог только писать Даже не позволяя Себе Мечтать О встречах Был такой Трогательный Роман В письмах У меня Хранится Большой Я правда Их сама Не читала Практически Никогда Но только Те вещи Которые Она мне Зачитывала Когда была жива Их письма Друг к другу Обсуждение Семейных дел Взаимоотношений Работы То, что можно было Писать, конечно Забота Друг о друге Эти кадры Они снимали Спустя годы Уже после смерти Ольги Алексеевны Когда были вместе В редкие часы Отдыха Он будто Утопал В новой семье Возил ее на дачу Или в Прибалтику Порыбачить Сам бездетный По-настоящему Нянчился С уже взрослой Дочерью Натальей На склоне лет Он будто Наверстывал То, чего Был лишен Долгие годы Когда я ночевала На даче Он меня довозил До университета Ну не до университета За углом В тайном месте Останавливался По дороге на работу Я выходила Иногда у нас Когда у него было время Он стоял за углом И смотрел Я на 111 автобус Чтобы ехать в Москву В город Место занятий Ну мы иногда спорили О чем-то Какие-то советы давал Какими духами Надо пользоваться Вдруг стал нам рассказывать Я думаю Он ничего не знает Все он знал В конце войны Кузнецову Всего 32 Но он уже считается Лучшим гироскопистом страны Неожиданно для себя Он Начальник отдела НИИ-10 Минсудпрома Вдруг получает Отнюдь не морское звание Полковник Флот командирует Его в Германию Изучать передовую Гироскопическую технику Но такую можно найти Только на ракетах А ими уже занимаются Авиационные специалисты Судьба словно сама Вела Виктора Кузнецова В новую Только зарождающуюся Ракетно-космическую отрасль Где его талант Раскрылся по-настоящему Приборы для Ракетной техники Совершенно не похожи И требования к тем приборам Которые для Военно-морской тематики Совершенно новые требования И по Габаритам, весам Надежности Решающим задачам То есть совершенно Все было по-другому Вакуум Невесомость Отсутствие какой-либо Опоры Единственный земной Прибор Который не боится Холодной космической Пустоты Позволяя ориентироваться В ней Гироскоп Термин гироскопии Не случайно похож на Медицинский Как и в медицине Здесь нельзя ошибиться Малейший недочет Стоит очень дорого Это не вывод ракеты В заданную точку Не попадание в цель Это авария Первое Самое, конечно Главное В его школе Он Всегда говорил Что от нас Ждут Выполнение Задачи С требуемой Точностью И надежностью Поскольку Нас Никто Не дублировал 14 июня 63-го года Космодром Байконур Несколько минут До старта ракеты Восток-5 Будет пилотировать Космонавт Валерий Быковский И это только Первая часть Важнейшей Космической программы Уже шла Автоматическая Подготовка И набор Готовности К старту Вдруг Замигал Транспарант Сигнализирующий О Нулевом Стартовом Готовности Гироскопического Прибора Ситуация Накаляется Всего Через два дня С этой же площадки Должен стартовать Следующий корабль С первой В мире Женщиной Космонавтом Терешковой Быковский На своем Востоке Будет ее Сопровождать Но теперь Вся программа Под угрозой Срыва Постоянно Звонят Из Кремля Руководивший Стартом Сергей Королев Требует Кузнецова К себе Ну, Сергей Павлович, значит Тут же немедленно Выбежал Мы с Виктором Ивановичем Находились Вот в этой Гостевой И, значит Такой напряженный Говорит Кузнецов Срочно Пультовую Мы прибежали Пультовую И видим Действительно То погаснет То распоряд То загорится Какая-то неустойчивость Кузнецов Принимает решение Срочно Менять прибор Оставив Космонавта В кабине Он отвечает За все Аппаратуру Доставляют Уже через 20 минут Ну Сергей Павлович Говорит Давай Мне Говорит Давай Говорит Полезай наверх Помогай Устанавливать Прибор И контролирую Снова Сам Сергей Павлович Остался внизу А я С военными С расчетом Схватили Прибор Под мышку И, значит Наверх Он стоял На третьей ступени То есть Практически На самом верху Кругом Пары Заправленного Кислорода Все это Так напряженно Конечно Для меня Это были Очень неприятные Минуты Ответственности Но тем не менее Поднялись Наверх Залезли В нужное Место Сняли тот Прибор Который Вот был Подозрительным Поставили Новый прибор Все проверили Закрыли Взяв на себя Ответственность В кратчайшие сроки Поменять прибор Кузнецов Помнил Какими фатальными Ошибками Грозит спешка Не прошло И трех лет Как в похожей ситуации Здесь На Байконуре Погибло 78 человек 24 октября 60-го Подготовка К испытанию Межконтинентальной Р-16 Та же гонка Те же звонки Из Кремля У Кузнецова Острое предчувствие Чего-то непоправимого И страшного За три часа До старта Он начинает Буквально Выгонять Своих сотрудников С площадки Второй раз Он нас уже Когда поймал Сказал Если я Я вас еще увижу Я вызову наряд Это самых Солдат Которые Они вас под конвоем Уберут сюда Мы опять Не поверили ему На третий раз Он взял лично Нас трое человек Было Довел ДКП Посадил в машину А там сидел А там сидел Молодой шофер Солдатик Его личный Шофер Который его водил Он ему сказал Не помню Как его зовут Вот если Они сбегут У тебя по дороге Я скажу Командирам Чтобы тебя посадили Посадили на губу Тем временем В автоматике Двигатель ракеты Найдена неисправность Руководивший испытаниями Маршал Неделин Приказывают Устранить ее Как можно быстрее Контролируя ситуацию Сам находится У подножия ракеты Его окружают Руководители Министерств Конструкторы За полчаса до пуска Включается программа Автоматической проверки Всех систем Программа была составлена так Что благодаря Шло не исследование А задействованы были Цепи пуска В этой ракеты Ну и не учли Кто Второй пяк Все это делали Давайте Быстрее К праздникам И сверху давили Вместо того Чтобы проверить Двигатели Второй ступени Программа Их Включила Ему уехали Со старта Посудило За два часа До этого Трагического взрыва Да и сам Виктор Иванович Спасся Ну случайно Я кнуслись Хотя я в этом Вижу Некоторую Мистическую Составляющую Виктор Иванович Отошел Метров на сто Он курил Непрерывно Когда особенно Волновался И это вот Курение Его спасло 14 июня 63-го Космический корабль Восток-5 Стартовал всего С трехчасовым Опозданием Позднее выяснят Барахлил Сигнальный датчик Сам гироскопический Прибор Кузнецова Был в идеальном Состоянии А злополучную Р-16 Взрыв Который Унес Около сотни Жизней Уже ставили На боевое Дежурство И здесь Аппаратура Кузнецова Которая впервые Без всякой Подстраховки Должна была Направлять Ее полет Не вызывала Нареканий Как и новые Гироскопические Системы Их было Еще Много Приборы Нейприкладной Механики Участвовали В освоении Луны В облете Луны В посадке На Луну В взлете С Луны Также Участвовали В полетах На Венеру На Марс На комете Галлея И так далее До сих пор Нельзя раскрыть Устройство И работу Гироскопических Систем Виктора Кузнецова Даже Спустя Десятилетия На его Разработках Гриф Секретно Они И до сих пор В строю Они стали Легче Компактнее Выглядят Совсем Неэффектно Непонятные Железные Коробки Но именно Благодаря Им Ракета Словно Живое Существо Осознает Себя В пространстве Знает Где Находится И куда Лететь Она Живет В полете Ну Ничего Не придумали Как Доставить Ракету Носитель В заданную Точку Пространства Как Оставить Спутник В заданной Точке Пространства Стабилизировать Его Заставить Смотреть В определенную Точку Без Гироскопических Приборов Практически Невозможно Создатель Уникальных Космических Систем Виктор Иванович Кузнецов Ушел из жизни Как-то Внезапно Словно Благоволившая Ему Судьба Всегда Оберегавшая Его От казалось Бо Неминуемой Смерти Вдруг Сочла Что Свою Земную Миссию Он Выполнил СКБ Улег На обследование На плановое Он был здоров Практически Ну Обследование С обследованием То есть Когда поднялось У него вечером Давление Ему ввели Какой препарат И в общем Начался Остматический Остмоидный Приступ Такой Что С потери Сознания Его Не стало В 91 Когда рухнула Страна Когда казалось Что и космонавтика Вдруг стала Никому не нужна Тихо И незаметно Уходила Создавшая Ее Старая Гвардия А молодые Кадры Не видели Никаких Перспектив Все кончилось А для нас Трагедией Является В этом смысле Вечерний вопрос То что В течение 10-15 лет От нас Выпало Поколение Среднего возраста 45-60 летних У нас Остались Их единицы Нас Учило Наше Председствующее Поколение Я с большим Петитом Воспринимаю Своих руководителей Которые Воспитывали Нас Учили И давали Учиться Самостоятельно То есть Показывали Давали круг Проблем Мы Начинали Учить Вот когда Мы как раз Вошли В раж Что называется И могли Готовить Новых специалистов Они все пропали И все же Надежда Есть Вот вручается Премия Имени Виктора Кузнецова Вручает ее Студентам Бауманги Понадобилось Почти два десятка лет Чтобы молодежь Снова стала мечтать О космосе Это действительно Нужное Важное Дело И никто Кто если не мы Вот Что Надо поднимать Это Из застоя Вытаскивать Они пришли сюда По целевому набору В НИИ Прикладной механике Действует филиал МГТУ Имени Баумана Специально для него Открыт новый корпус Многие из этих студентов Сотрудники института Это та основа Что позволяет Надеяться на лучшие На лучшие разработки Гироскопической отрасли На лучшие Стартовые комплексы И вообще На продвижение Прогресса Космической отрасли Большинство этих Молодых специалистов Твердо намерены Связать жизнь С космонавтикой С институтом Который носит имя Его главного конструктора Виктора Ивановича Кузнецова В 90-е годы Когда казалось Что космонавтика Уходит в забвение Его команда Продолжала работать Создавая новые системы Люди помнили Слова своего главного Сказанные незадолго до смерти Когда наступили Тяжелые времена Виктор Иванович Как-то в одном из разговоров Сказал, что Нечего жаловаться на судьбу Таким временем Надо воспользоваться Для того, чтобы работать Над новыми задачами Над новыми проектами Над новыми техническими решениями Пусть они сегодня Еще не будут реализованы Вот сделайте документацию Придет время Понадобиться Кузнецов снова Оказался прав Россия строит Новый космодром А в отрасль Стала приходить молодежь С надеждой на будущее Так в чем-то неожиданно Спустя годы Опять подтвердилось Виктор Кузнецов Может быть единственный В нашей стране Главный конструктор У которого не было Тупиковых идей Даже те, что казались Безумными Увидели жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok